Девушки отдыхают Поэтому с шести лет меня воспитывали Мой дядя и тетя Тетя Рая была яркая и очень харизматичная женщина Саша, мальчик мой Ты зачем ныряешь в биотуалет? Ты что, хочешь стать осенизатором? И просрать все свои перспективы? При всей ее интеллигентности Ты же из хорошей семьи В кого ты такой мудак? Тетя за словом в карман не лезла Дядя Коля был режиссером Митинского тюза Он был полностью отдан самодеятельному искусству И мечтал сделать из меня артиста Я же не оправдал надежд дяди И закончил театральный досрочно На втором курсе За курение травки Но актерские навыки мне все же пригодились Потому что Москва — это театр А главные роли в этом театре Исполняют москвичи Так, давайте по порядку Я — аферист Это одна из самых распространенных профессий нашей столицы Как и у большинства москвичей Мой доход напрямую зависит от цены на нефть При цене 120 долларов за баррель Я летал на Канары Разбирался в фуа-гра Тонул в дорогом вине И шикарно пахнущих женщинах Сегодня за баррель дают 45 Я перешел на молдавское полусладкое Которое отлично заходит под крошку-картошку В вонючей хрущевке Женщины, кстати, тоже стали пахнуть гораздо хуже Здорово Здорово, Аля Че, снова тачки угоняешь? Да жопа, кризис зацепил конкретно И не говори В курс уже на выходные с семьей не слетаешь? Да какой там курс? Курорты Краснодарского края, наше будущее Сплюнь Еще сто восемь тысяч Еще сто восемь тысяч Я их брал за пять тысяч баксов Тебе за полцена отдаем Подделка? Настоящая Не то, что твоя мазня На моем поприще мне пришлось сыграть сотни ролей От братка до прокурора От молодого жигола до моей собственной тети Раи Я король перевоплощения Поэтому в Москве я известен как Саня Трансформер Здесь легко спутать Еще раз подчеркну Не трансвестит, а трансформер Ну что ж, милостивые господа Подлинность этой картины не вызывает у меня ни малейшего сомнения Да, это действительно кораблекрушение кисти великого Айвазовского Я нахожусь в шоке Посмотрите, что делает мастер Краски лежат едва заметно тонким слоем в небе И жирным вкусным мазком на освещенных местах и бликах на воде Иван Константинович, неужели это вы? Раивазовский часто использовал кисти из конского волоса Идите сюда, подойди, подойди, пожалуйста, помнишь Посмотрите, посмотрите, посмотрите Эти прилившие конский волосок закатаны в краску, да? Да ладно, что ты меня тут паришь, волос как волос Мне такой же жопу мог вынуть и так же закатать Слушай, Вик, ты уверен, что этому неформал можно доверять, а? Сергей Маркович входит в десятку лучших экспертов Москвы Он всего раннего шагала Лужкову заверял Угу Вон сюда Лужок всякое фуфло не позвал бы Всякое фуфло не входит в экспертный совет аукциона кристис А я, между прочим, вхожу Михаил Петрович, не переживайте, если вас что-то не устраивает Я моментально найду нового клиента Ну ладно, ладно, искусствоплёт, ну чё ты напрягся, я тебе верю, верю Всё, я беру эту картину в подарок армянке одной, Карине Любовница моя в Калифорнии живёт Ммм, все вот эти кардашьяны по сравнению с ней Это стая толстожопых бегемотов Ну чё, короче, моя Карина, она фанатка этого, Айвазовского Знаешь, что она говорит? Что у него были армянские корни Насколько мне известно, Айвазовский носил исконно русское имя Ивану Ну, прикинь, а корешка клянётся, что его, знаешь, как звали? Вано Айвазян Вано Айвазян Спасибо! Вано Айвазян Женщины — это моя слабость, а продажные женщины — это моё проклятие Других я, видимо, пока не заслужил Я, по ходу, прохожу кармическую отработку Хотя не могу понять, за что Ничего плохого хорошим людям я пока вроде не делал Впрочем, как и хорошего плохим Так Вот скотина Субтитры сделал DimaTorzok Да Субтитры сделал DimaTorzok I know your soul wants to go home, but your heart belongs to Rome. Кто там? Где чемодан? Ребята, чемодана больше нет. Все в рюкзаке. Где рюкзак? В шкафу. Там, на нижней полке. Вот он. Это что? В смысле? Это миллион долларов. Засуй тебя в жопу! Носатый. Где чемодан, я тебя спрашиваю. Дошел. А, вам этот нужен, мужики? Да забирайте, конечно. Я про него вообще забыл. Забирайте. Прости, чувак. Ты потенциальный свидетель. Фак. Где чемодан? Офигеть. Ребята, вы тоже этот ищете? Ты что, дебил, что ли? Где чемодан с баблом, который мы тебе за картину отдали? Продолжение следует... 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 А это кто? Так, так это племянник ваш. Из Сибири приехал. Вас навестить. Опять всё забыла. Ты ж моя родная. Ну, узнаёшь? Да племянник я твой. Сашка! Тётя Ир! Сашка! Вот так и знакомимся. Три раза найди. Вы мне кого-то напоминаете. А вы знаете, вы меня тоже. Молодую Джессику Ланг из фильма «Тотти». Это мой любимый фильм. Да ладно? И мой тоже? Кто ты такой? Тётя Ир, да перестаньте вы! Тётя Ир! Тётя Ир! Тётя Ир! Саша! Тётя Ир! Стоп, стоп, стоп! Созрел! Созрел! Нам нужно ставить мюзикл. Братик, это гениально. Правда? Ну, мюзикл, вы что не знаете мюзикл? Никогда не видели? Ну, Чикаго. Поющий под дождём. Ну, призрак оперы на крайняк, я не знаю. Я только последний. На крайняк помню. Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка. Чтобы в таком хорошем настроении Их голова легка. Хоть ночь и коротка. Всё это ты. И ты не привиденье. Фантастика. Фантастика. Здесь кнопка включать, она же выключается. Угу. Ну, ничего тут не понять. Лицевая? Накид. Да накид мне это всё нужно. Вращались в пену, не убегали на ногах. Все выкипев до дна. Я назову тебя галактикой вселенной. И буду порастить от звёзд до чёрных дыр. Да ступс твою весна, ведь это ты. И ты не привиденье. Фантастика. Откуда ты знаешь, что у сяки мои любимые цветы? У? Угу. Ужно мы остаемся вместе. На веках. На веках. На веках. На веках. Раз, два. Раз, два. Сексуальные девочки, сексуальные. Ну зачем ты это лайкнула? Чё я не лайкнула? А ты вон две петли пропустила. Дожила до седых волос. Обязательно научилась. Таблеточки у вас здесь, конечно, мощные. Ага. Тебе уже хорошо? Ага. Всё. Пойдём, подбегаем. Да. Ведь это ты. И ты не привиденье. А смотри, я выложила ВКонтакте. Сама? Ух ты, сама. Какая молодец. Смотри, я тоже. Я тоже молодец. Смотри. Да. Тоже сама? Ну-ка. Ну-ка. Тебе она нравится? Ну, красиво. Это твоё. Да ты что. Ой. Ну что, красавицы, мы приседаем. Раз, два, три. Молодцы. А теперь ножки выше поднимаем. Выше молодцы. А теперь поскопали. Вот так. На ручки вложимся. И делаем приветствие солнцу. Так мы его делаем. В руках у Мишки моё сердце. Теперь оно твоё. Вот это да. Баба, огонь. Огонь. Вальгирия, я жду вас на свидание в четверг на террасе, после тихого часа. Саша, спасибо тебе за медвежонка, он очень сладкий. Мне с тобой легко и весело, но я должна тебе признаться, у меня есть молодой человек. Ну зачем ты чужие письма читаешь? Это мы ему племяшки передали. Да, да. Александра, не спойди. Я одна сегодня на дежурстве, что-то мне как-то грустно. Пойдем поболтаем. Ну и что, что он женат. Зато он такой крутой, весь из себя начальник, подарки мне дарит, свидания разные назначает, сюрпризы делает. И вообще он обещал в конце месяца развестись. А что за мужик ты он? Только никому не говори. Это мэр нашего города. Кто? Лаврёнов? Да. А ты что его знаешь? Так, слышала. Ну, бабучей, конечно, в животе у меня от него нет, но, как говорила мама, лучше свои сухари, чем чужие пироги. Да ты что, с ума сошла, что ли? Зачем тебе нужны эти сухари тухлые? Ты же красотка. Добрая, светлая, сексуальная какая. Сисечки, попочка. С тобой же невозможно находиться рядом. Ой, Александра, ну баба, ты, конечно, огонь. Вот была бы ты мужиком, я бы в тебя сразу влюбилась. Что, серьезно? Угу. Знаешь, там, там что-то тычет, мешает что-то. На, тихо, ложись, ложись. Этот пояс Гуччи задолбал с этими бляхами металлическими. Бляха, муха. Ну, а кроме твоего этого, лавреного, еще кто-нибудь есть на примете? М? Ну, есть один парень. Он племянник нашей одной бабули. Из Сибири приехал. Ну, вот, другое дело. Слушай, Сибирь, место мистическое. Там такие мужики живут. Ну, и что, нравится он тебе? Нравится. Такой прикольный, веселый, добрый. Ты знаешь, меня прямо к нему тянет. А он по тебе с ума сходит, по ночам не спит. Да? А ты откуда знаешь? Чувствую. Я этих Сибиряков с детства чувствую. На энергетическом уровне. Всем своим женским лоном ощущаю. Хороший он парень. Любит тебя. Так я же его совсем не знаю. А этого женатчика своего, Лаврёного, ты прямо знаешь, да? Наивная ты девочка. Руки у тебя такие нежные. Прямо как у моей мамы. Она меня вот так по утрам будила. Так сразу хорошо, спокойно. Прямо все проблемы улетучиваются. Как будто их и не было никогда. Александра Павловна, ты чего? Нежность переполняет, как дочки. А у тебя свои дети есть? Да вроде нет. В смысле? Я рожать не могу. По женским делам не прохожу. Чего я только не делала. Продувала я эти все свои трубы, гормоны всякие, хлистала. Но все без толку. Ну и ничего. Вот и я у тебя, дочка. Я от тебя какое-то родство чувствую. А вообще я к людям стараюсь не привязываться. Потом очень сложно их терять. Меня ты не потеряешь. Мама тоже так говорила. А потом я одна осталась. И самый близкий человек у меня, мой сын Оля. А знаешь, кем я мечтала стать детстве? Кем? Певицей. Правда, я на публике выступать жутко боюсь. Мне даже иногда сны снятся. Я в лучах софитов. Мне все аплодируют. И я ничего не боюсь. А ты кем мечтала стать детстве? Футболистом. Ну, в смысле, женский футбол. Ну, почему нет? Он же сейчас модный. Так, девочки, красотку с Джулией Роберт смотрели? Вот и я сейчас буду делать из вас принцессу. Это что теперь получается? Мы а-ля дорогие проститутки? Да. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бес, ну чего ты ломаешься? Ты у нас один остался. Да я эту петушню не надену. Какая ж эта петушня? Это от кутюр. Ты будешь стиляга. Да западло это носите. Не уговаривайте. Стоять. Короче, Бес, ты хочешь, чтобы я согласилась пойти с тобой на свидание? Ну, что стоим? Годы идут, а мы не молодеем. Работаем! Раз, два, три, пожим! У меня идея! Николай Петрович, я, кажется, нашла нам солист. Нет, Александр Павлович, я не буду, Александр Павлович! Послушай меня, поверь в себя. Я не понял, что она поет? Нет, я не пою, вообще не пою. Она поет, она поет. Ну, тогда давай. Молодежь! Давайте, давайте. Раз, два, три, пожим! Солнце, жизнь еще вчера была дождем. Солнце, этот мир наполнило теплом. Рассеялась тень, и пришел новый день. Солнце навстречу я лечу. Знаешь, лишь тебя я люблю. Да, и очки. Еще две. Ты же в прошлый раз пять платил. Поехали. Я же ваш все-таки постоянный клиент. Может, скидочку сделаете? После трех переодеваний. Добрый вечер. Здрасьте. Извините, у нас для вас будет дороговато, скидок пенсионерам нет. А может, я полгода пенсию копила, чтобы эту вашу фонючую фуагру попробовать? Ну хорошо, бабуля, давайте я вас посажу. Да я могу и стоя пожрать. Опа. Женщина. Бабуль, это вообще-то мужской туалет. Вижу, не слепая. А вот выйдите из мужского туалета, женщина. Ты давай суши свой фонтанчик. Разговор есть. Чего? Лови! А ты что, думал, я тебе по головке гладить буду? Значит, слушай меня, женатая морда. Ты должен расстаться с Любой. Усек? Ау! А слушай, бабуля, ты что, корвалу паленого пила, что ли? Ну, что ты меня преследуешь? Никак не угомониться. Тыкает своим писюном во всех подряд. Я тоже могу тыкнуть. Скажи спасибо, что не писюном. Женщина, отпустите меня. Страну разворовывает, девок молодых портит. Мурло козлиное. Моя девичья фамилия Емельяенко. Послушай, бабуля. Давай, давай. Ну, поставлю я тебе твой светофор на Ленина и Горького. Ясно? Анна Гагарина. Штана! Штана! Давай! Не стыдно тебе, старуха, бежать, а? Спасибо, что не трахнул маньячила. Ты как скотина к бабке относишься. Во! Молодец, вставай! Давай! Давай! Уходил меня Серега На выставку Ван Гога. Там было телок много И нервы, как она. Но я не неботрога Дала понять с порога На выставке Ван Гога Я главный экспонат. На выставке вала По самверти's ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, Бесси. О! Я и говорю своему главному вертухаю. Послушай, кум, мне с тобой детей не крестить. Пошел ты, да! Все, приличные мальчики при девочках матом не ругаются. Согласен. Диас, что-то мне не верится, что ты сидел, что ты, эти, как его, сейфы взламывал. Ты же, вон, романтик. Вскрывал, как семечки. Да? Да. Скажи мне, родимый, ради меня еще бы одну семечку, последнюю. Щелкнул бы. Я бы уже с этим завязал. Ради меня. А то? А мы бы потом с тобой куда-нибудь поехали вместе отдохнуть. А? В Югославию. Ха-ха-ха. Да. Долго тебя по зонам-то помотала, бес. Ха-ха-ха. Ну, скажи, ну взломал бы? Я бы сейчас кое-что другое взломал. Ты что, охренел, что ли, а? Я согласен. Ну, что за женщина? Тихо мне. У нас за последнее время участились окражи. Пропал смартфон Пелагеи. Навюсенький, подаренный ухажером. Женихом. Награды полковника, кислородный баллон Дарта Вейдера, то есть Игоря Михайловича. Ну и куча всякой разной мелочевки. Нифига себе мелочевка, лям зелени. Это сделал кто-то из своих. Поэтому отвечать будут все. Поняла меня, Барбара Стрейзен? Сраная. И если скормленная нами ворюга не вернет обратно украденные вещи, разбираться будут специально обученные люди и собаки. Саня, я, кажется, понял, как твои деньги искать. А не там же, где телефон Пелагеи. Ты чего так смотришь? Странная ты. А сколько тебе лет? А сколько дашь? Ботокс колешь? Колю. Тогда 70 плюс. Ты чего хамишь? Мне баба Оля тоже колет. И лучше тебя выглядит. А ей 75. Ты чего такое? Саша, не могу застегнуть. Помоги, пожалуйста. Да-да, конечно. Я Максимке купила приставку. Вы тогда поиграйте, а потом уже спать. Хорошо? Ты не переживай, мы справимся, да, шалопай? Что там, заела? Угу. А ты-то куда? На свиданку в ресторан. На удачу. У меня рука легкая. Прелесть моя. Слушайся, пожалуйста, свитшуру, ладно? Не обижай ее. Спасибо тебе большое. Ты меня так выручаешь. Ну все. Пока. Пока-пока. Михалыч. Да что случилось? Да, производственная травма. Только что больница отлежала. Ну? Какими судьбами к нам в деревушку? Еще и тут у вас одного кренделя. Александр Рубинштейн зовут. Говорят, у вас в городе отлеживаются. Распрашаем. Распрашаешь, порешаем. Петь, что ты сам за кино смотришь? Да бабки какие-то местные. Магазин Киркурова грабанули. Вот сидим ржом. Стоп. Останови, забись. А вот так. Че ты бьешь, как баба? Смотри. На, моченый на. На. Опа. Есть. I win. Э. Э. Ты че, расстроился? Не плачь. У меня допинг в крови. Мельдония называется. Ты выиграл этот бой. Мельдония, ты победитель. Понял? А сейчас мы идем спать, победитель. Сегодня будем спать в маминой кроватке. Договорились? Мельдония. Вкусно. Вкусно. Сколько ludzi вопросов? Ха. . Ну, Александра Павловна просила меня с тобой посидеть. Ну, а чё без дела сидеть? Давай я тебя пока научу из ложки заточку делать. В жизни всякое может пригодиться. Только для начала я пойду чефирчику заварю. Хочешь? Нет. Нет? Напрасно. Классная вещь. Кумарин, хорошо. Сейчас попробуешь. Офигеть. Это чё, ты? Да. Не-не-не. Я тебе в таком виде не дам, даже не проси. Ладно, Маршуль. Чё звал? Я хочу, чтобы ты знала правду про своего жениха. Маша? Маша? Кто такая Маша? Миша! 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 Александра Павловна, ты чё, лесбиянка? Есть Гришок. Обалдеть, Венёк. Ой, Саш, ты меня извини, но я вообще мужиков люблю. Только за что они принимают? Они такие все сволочи. Мужиков говоришь? Ты чё, не Александра Павловна? Ты Саша и Сибири? Я сейчас все объясню. Можно? Я тебе сейчас так все объясню. Проваливай отсюда, уголовник! Труд несчастный. Родить тут не может. Ты меня сейчас трой не родишь, урод! Прости. Говорили, конечно, здесь. Проваливай, отказалась! О, моя королева! Пора на дело. Экипаж подан. Ну и чё это за Тур де Франс? А чё? Хорошая машина. Ой, Бес! Золотая осень! Золотая! Бес, золотая осень, как твои белые волосы. Ничего, зато душа горячая, Сашка! И жопа голодная. Здравствуй, здравствуй. Иди отсюда, иди отсюда. Ой, ты золотой. А теперь влево. Молодец. Пес, ты жив? Пес, Пес! А-а-а! Бес, ну ты меня бесишь! Та-дам! О, Сань, а чё это у тебя всё лицо в помады измазано? А, это бес до номера провожал. Неугомонный. Ничего себе вы отдыхаете. Да, а что? Уговаривали Лили Павловну со мной прошвырнуться по Каримам. Замужнюю Лили Павловну. Вы чего, банк что ли ограбили? А вроде того. Да нет, всё легально. Просто получил сослуженный процент с одной сделок. Да ладно, ты его нашёл? Да, да, ес! Ес! Как же я рад, как я рад! Как же я рад, как ты! Александра, у меня есть муж. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты чё творишь, трансвестит придурочный? Я щас милицию вызову! Прости, Любаш. Выслушай меня, пожалуйста. Я тебя люблю. У меня теперь снова есть деньги и паспорт. Я хочу забрать тебя отсюда. Понимаешь? В жизни каждого человека наступает момент истины. Когда ты лежала у меня на коленях, мне было всё равно. Где я? А что я одет? Сколько у меня денег? И что будет завтра? Я видел только твои глаза. И в них я увидел всё, что мне нужно в этой жизни. А может быть, Бог с ним, что он трансвестит? Смотри, хорошенький какой. Я понимаю, что ты совсем не знаешь меня. Я сам себя толком не знал. Не знал, что могу, что способен жить ради кого-то. А ведь это и есть счастье. Я хочу жить для тебя. Ради тебя. Для тебя и Максима, слышишь? Минуточку внимания. Так как вещи, которые были украдены, найдены, то в милицию мы заявлять не будем. А дадим слово воровке. Той самая, так сказать, экземия на груди нашего коллектива. Я хотела её сдать в полицию, но мне заведующая не дала. Кайся! Вставай, вставай, кайся! Я прошу всех прощения. Я не специально. Ещё в детстве я брала не свои вещи. Врачи сказали, что это клептомания. Я пытаюсь с этим бороться, но у меня не всегда получается это. Простите меня, пожалуйста. Ты бесстыжая! Поняла, кто ты? Смотри, ещё клептоманию приплела, а? Да у нас вон по матросской тишине пронесли. У нас каждый второй клептоман. Давайте выпускать будем ворюк всех. Вот кто ты такая, поняла? Смотрите, оценивать нас будет сам Филипп Бедросович. Представляется, у нас очень обширная программа. Детский хор, оркестр пожарной команды, самодеятельность местной полиции. И, в конце концов, наши мальчики и девочки представят мюзикл. Мальчики и девочки, это вы про обитателей дома представляете? Конечно, наши мальчики и девочки. Ну, где её так долго, Мось? Ну, что вы так волнуетесь? Может быть, просто что-то случилось? Алло. Дайте трубку Николаю Петровичу. Николай Петрович, какой-то хам, хочет вас. Да. Это прозвучит банально, но ваш племянник у нас. У кого это у нас? Несите деньги или я отстрелю ему яйца. Жду вас сегодня в три часа дня по адресу. Он что, трубку просит? Чёрт возьми, батарейка села. Пелагея, давай неси аккумулятор. Да. Там сейчас Саньке будут яйца отстреливать. А, откуда у Александра Павловна яйца? Это бандит так образно выражается. Быстрее! А вы знаете, я вам историю расскажу интересную. Один католический священник, вот у него спросили. Скажите, пожалуйста, вы слышали столько исповедей. Вы о людях так много знаете. А что вы о нас можете рассказать? И вы знаете, он сказал, взрослых людей не существует. Все взрослые, это постаревшие дети, у которых что-то болит. Алло. Бандиты? Головорезы? Слушаю вас. Правобережная, пятый километр. Там ещё стоит высоковольтная вышка и трактор. Жду вас в пятнадцать ноль-ноль с деньгами. Мы в пятнадцать никак не можем, у нас концерт. Пораньше пусть. Вы знаете, у нас концерт, можно пораньше? Они там что, совсем поплывете у нас, что ли? Пожалуйста, ребят, ну не нервируйте Пелагея, у него сердце слабое. Мы так на концерт не успеем. Тогда поедем в костюмах, сэкономим время на переодевания. Виктор Михайлович, вы бывший полковник? Да. Давайте командуйте бородом. Скорее всего, они попытаются нас обмануть. С этой целью они наверняка приедут на место заранее. А мы? Наше действие. А мы приедем заранее, заранее. А насколько наше заранее, заранее будет заранее, чем их заранее? Пелагея, не выноси мозг. Бес, ты едешь первый и сидишь в засаде. Не вопрос. Но мне нужно оружие. А что, думаете, до перестрелки дойдет? Надеюсь, да. Но ты не пси. У нас банда крепкая. Одни головорезы. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Ну, это она. Да, поехали. Я не могу с вами говорить. Я еду на встречу с бандитами. Всего доброго. А, это вы и есть? Ну, так ждите, ждите. Скоро будем. Вышка. Трактор. А вот и бандиты. Вадима, спасибо. Что происходит? Походу, это Битл. Трактор. Добрый день. Бабки принесли? Быстрее, пожалуйста. Мы на концерт опаздываем. А вы точно не для себя берете? Не совсем понял, о чем вы. Да ты хоть на какой планете сейчас понимаешь? А где мой племянник? Все, бывайте. Ну что, похоже, твои старики тоже слова не держат, да? Опоздали уже на 16 минут. Похоже, вредная ты, старуха-то. Моя игра, моя игра. Она мне приданно жить. Раз таких, как и я. Моя игра, моя игра. Куда? Здесь правила одни, и цель одна. Стоять, суки. Руки подняли? Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, и цель одна. Цель одна, цель одна. Цель одна, цель. Пахнет, катуш, кирик, катата-ката-ката, Паселяли день в милон, Паселяли день в милон, Чорью чемпионов, танцы-мятцы. Ты что делаешь? Офинок всегда так делают, я видела. Ну. Онемело. Это хорошо. Мы не по тому адресу приехали. Это левобережное, а нас на правобережное ждут. Ну что ж ты так промахнулся? А я вам снайпер, что ли? Всего на две буквы ошибся. Что же теперь делать? Все, как Саньку-то спасать? Может, они порошком возьмут? Вот это райончик. Сколько же здесь корпоратов-то работают? Здорово. Добрый день. Эти бандиты такие предсказуемые. Послушайте, это недоразумение. Мы немного ошиблись. Ага. С дозировкой? Нет, вы меня не поняли. Все, я понял. Вижу, товар у вас. Бомба? Бомба. Пересчитывать будете? Нет, это лишнее. Погнали. Никогда не подумал бы, что опять наркотой будут торговать. Что значит опять? Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, Лена, Марина, бабушка. Я люблю тебя. Слышь ты, роковая тетя. Я, конечно, не знаю, как у тебя это получилось, но здесь бабла на 200 тысяч баксов больше, чем было. Да ладно! Ну и в благодарность за то, что ты мне тогда жизнь спас, наша прибыль делится пополам. Что, серьезно, что ли? Ну что, молодежь, а вот и я. А, браво! Да, я тебя жутко поцелую. Ты задолбал уже, бед. Ну, сколько можно? Ну, ты че? Санечка! Саня! Дорогие друзья, приветствую вас! Поздравляю вас с Днем Города! Филипп Бедрович, ваш навеки. Мы сегодня подготовили отрывок из мюзикла. Ты еще не убили? Который называется так оригинальный... Пока нет. Ты как? Не знаю. Мне кажется, я смогу выйти, я боюсь. Ты с ума сошла? Что? Они тебя ждут. У тебя все получится. Хватит меня. Ну, прости. Отстань! Ну, иди сюда. Да ты же спала. А-а-а-а! Солнце! Жизнь еще вчера была дождем. Солнце! Этот мир наполнило теплом. Растаяла тень, и пришел новый день. Солнцу навстречу я лечу. Знаешь, лишь тебя я люблю. Опа! Это же мои ворованные костюмы. Вот старичок жжет! А? Радугой горит букет цветом. Радугой горит букет цветом. Солнце! Спасибо за мечты и за любовь. Ты даришь мне все, в моем сердце тепло. Только с тобой я быть хочу. И он. А-а-а! Солнце! Лишь тебя я люблю. Ну, а-а-а! Солнце! Ну, а-а-а! Солнце! Солнце! Субтитры подогнал «Симон» 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 банально маленьком городе на земле. Раз, два, три, начали! Я Саня Рубинштейн. И это моя мечта. Островляем! 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 Ольга! 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 Александра Павловна, можете одну минутку? Без. Слушай, ну, не злись ты на меня. Прости. Да я же тебя в губы целовал. По-французски. Пудель ты комнатный. Эх ты! Стойте! Ольга! Ольга. Вердим! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за мечты и за любовь Ты даришь мне всё, в моём сердце тепло Только с тобой я быть хочу Знаешь, лишь тебя я люблю Солнце, твой огонь горит внутри меня Солнце, нам открылось всё от а до я Ты яркий мой свет, мой закат и рассвет Только с тобой я быть хочу Знаешь, лишь тебя я люблю Чтобы пришло что-то новое в жизнь За глупое прошлое ты не держись Построй судьбу по другому сценарию Не важно в каком ты сейчас полушарии Стань фантазёром и просто романтиком Серые дни сделай ярким праздником Самых смелых достигни стремлений И проживи без сожалений Выбери к свету правильный путь И больше не сможешь себя упрекнуть Улыбайся всегда, а нет случая к случаю Меняйся к лучшему Меняйся к лучшему Меняйся к лучшему Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому